Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс и мы сегодня на аккаунте ребят Бухалыча отправимся в бар на колеса. Но прежде чем мы это сделаем, хотел бы поделиться с вами маленькой информацией, которую конечно же я узнал с официальной группы. Вот оно что ребят, вот такие вот новые скины на Чопперы нас ждут в ближайших обновлениях. И я думаю, что этому тоже нужно уделять немножечко внимания. Хотя можно заняться немножечко также более интересующими нам делами. То есть можно было бы сделать что-то грандиознее, чем вырисовать Чопперы. Но все равно я хотел бы у вас спросить, какой из вариантов предоставленных вам больше всего нравится? Да, ну некоторые из этих Чопперов нам уже знакомы. Практически все я окраски имею. Но некоторые конечно же нет. И что? Хотелось бы увидеть, что же за Чоппер мне больше всего понравился. Ну вот вариант номер 14 и я думаю тоже такой вариант номер 2. Такие больше матовые темные цвета. Ну хотя также я вот заметил узор Китти. Это номер 10. Тоже неплохой такой. Если честно ребят, хотелось бы очень сильно узнать и ваше мнение. Какое из этих Чопперов больше всего подходит выжившему в игре Лаз Дэйнер Сурвайвл. И представьте себя в реальной жизни, если вы, ну не дай бог, попадете в постапокалиптические меры. Вы будете ехать на Чоппере под номером 10 узора Китти. Что про вас подумают, не знаю, окружающие люди. Те 10% которые выжили. Ладно, ну а мы конечно вернемся к игрульке. Так, игрулечка наша и конечно же сразу же в бар на колесах. Посмотрим. Конечно же мы уже проходили это все дело. Но хотелось бы пройти еще раз. Может быть, может быть и задание. О, привет. Ну да, конечно, круто. Может быть что-то изменится. Может быть. Смотрите, ля, он голый. Когда позже я приходил, он был немного одет. Ну тут, конечно, стандарт зачистить все зомбятину, которые есть по кругу. Это не займет совсем много времени. У нас есть дробовок. Дробовок. Дробовик. На. Давайте это сделаем как-то более оригинально. Оригинальненько. Так. Соберем этих всех зомбей. И одной кнопочкой нажмем убей. Надеюсь, что те, которые там были сзади, они не отстали. Ну-ка, на-ка. На-ка-ти-ка. А ну-ка, на-ка-ти-ка. Походу я японский даже знаю. Или так китайский, ребят. Опа, кто-то с ВССа там валит. Ля какой. Так, ну что. Давайте кучнее зомбятина вас строить долго буду или что. Давайте задний галерочка. Бам. Одним выстрелом выполнил все задания. Или все задания, или не все. Ага, не все. Все-таки держи в щи. В упор. За ЛСД и двор стреляю в упор. Да, вот. С дробовика в упор. По-моему, все-таки задание-то выполнилось. Скажите. Остается только поформить нужные ресурсики. И алкоголь получить для продолжения миссии. Так. Одно из заданий выполнило. Что-то не совсем загрустил. Принеси ему выпить. Может, полегчает. Понятно. Я достал рецепт обновленные выпивки. Для нашего праздника. Доверяю. Ага. Понял. 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 Награды нет. Смотрите. С лука стрелять. А ну-ка, давайте дробовук. Ля какой. Нормально. Ха. Отхилилась. Вот это собака. Я только патроны потратил. Не понял. Ага. То есть, мы уже все-таки здесь были. Здесь были. Есть у нас волокна куча. Что у нас за рецепты? То есть, волокно нужно. Домашнее пиво. Или странное пойло. Все-таки странного пойло нужно приготовить. Пошел я за ресурсами. Некоторые из них, конечно же, придется пофармить. Итак, ребят. Я на самой простой локации. Конечно, часть чего-то я нашел дома. Но все равно придется его подфармить. Зеленая локация. И мы сейчас будем фармить нужные ресурсы нам для того, чтобы создать этот алкоголь. Так. Быстрых зомби мы сразу убиваем. Но всех остальных хочу сделать, как говорится, фото на память. С одного ударчика их всех убить. Соберем всех вместе. И так. Ты нам не нужен. И ты нам не нужен. Надеюсь, что зомби не отстают. Ля какие. Зомби-ки-то. Зомби-ки, зомби-то. Где же вы, ребята? Сейчас мы соберем вас. И с одного выстрела сольем. Соберем сольем. Так. Ну, вроде толпа собирается. Привет, мужики. Вы мои подписчики, что ли? Ох, нет. Вы не мои подписчики. Вы что, мои хейтеры? Сейчас я покажу, что я делаю с хейтерами. Я делаю с хейтерами очень и очень плохо. Так. Рычат на меня. Говорят, ты читер. У тебя плохой контент. Ты не читаешь мои сообщения в чате. Ты не отвечаешь на мои комментарии. И ты не ставишь лайк под моим комментом. Лё, какая куча крови. Прикольно. А следы-то с кровью не остаются. Ну, ничего. Ребят, самое главное. То, что нужно получать максимальное удовольствие от игры. То есть, собирать вот такие кучки. Может быть, что-то делать необычное в игре. Чтобы постоянно что-то новенькое находить. Я вам скажу, что ни разу это не заставляет отвернуться от игры. Ну, то есть, получается, бывает надоедает. Реально надоедает. Но вот такие вот приколы заставляют выдумать ещё какие-то каверы. Ну, что, ребят. В принципе, это можно делать бесконечно. Но вы знаете свободный способ. Может быть, кто-то не знает. Сейчас мы про это поговорим. Вот так вот трава-мурава. Всё, раскидали. То есть, нам нужна ягода, трава, семена. Всё. Так, лечение-то хорошо. Но мне нужно-то авторежим. А в авторежиме. Пошёл-пошёл, ребят. Только наблюдай. Да и всё. А если у вас есть ещё дробовик с картечью, то это идеально. Но. Есть одно но. Я вам скажу, что я так делал с самого начала игры. Можно неплохо покачать уровень. Опа, как я тебя не заметил. Ты что, не приходил на фотосессию, что ли? Так. То есть, можно так же рубить деревья. Забивая инвентарь себе деревьями, вы добываете максимальное количество дерева. Ну, или киркой. Запасаешься киркой. И пошёл-пошёл фармить нужное количество руды. Будь то известняк, будь то железная руда. Просто идеальный фарм. Также нужно не забыть взять с собой немного древесины. Потому что там нужно подпалить всё-таки костёр. Посмотрим. Я думаю, больше чем достаточно. Ну, нам ещё нужно компот сделать. Поэтому, я думаю, что ягод подфармить нужно по максимуму. Да, и в принципе, нам разработчики этим ивентом как бы намекают, что Ребят, не переставайте фармить самые такие хоть они и не самые крутые, но всё-таки всегда нужные ресурсы. Ну, понял. Это была ошибка. И я открывать эти ящики не буду. Итак, мы прибыли на нашу локацию. И думаю, что не совсем долго это должно всё происходить. Так, первый из рецептов. Компот, вода. Сколько нужно? Ага, волокна. То есть, один компот, один вода. Один компот, один вода. Как ни странно, но самым таким трудно в поисках было найти мне бутылочку с водой. Труднодоступным ресурсом. Закончилась вода на базе. Очень, конечно, не круто. Так, ну ждать-то мы, наверное, долго так не будем. Целых пять минуточек. Или будем. Давайте немножечко подождём. Вроде как бы готово, ребят, домашнее пиво. Домашнее пиво. Выпью домашнего пива и сходи в туалет криво. Не знаю, почему именно так. Так приносите выжившему алкоголь. Лё, кажется, я что... А, я не успел прочитать. Так, давайте заценим следующий рецептик. И это вода, компот. Ну, то есть, компот, вода. Что дальше? Ягоды и семена. Ягоды и семена. Опа. Такая бутылочка уже выглядит как-то получше, да? Но я знаю, что они бонусы дают. Посмотрим, повезёт ли мне получить бонус с первого раза. Так, ну, вроде как бы все задания выполнились. Да, да. Завершить. Отлично. На сегодня это всё. Забирай награду в ящики и приходи завтра. Ну, по-моему, где-то я уже это слышал. Так. Ай-яй-яй. Гитара. Ну, что? Прекрасно собранный музыкальный инструмент. Будет очень жаль разбить его об чью-то голову. Понял, что, короче, жаль-то. Если честно, не собираюсь разбивать. Не собираюсь ничего делать. Где этот алкашик? Смотрите, как он пьяный какой. Смотрите, они... Смотрите, они просто огреются друг на друга. Один сидел, руки грел у костра. Второй, короче... Короче, беда, беда. Нужно их немножечко оборонять. На нас, смотрите, он и на нас огрится. Вот это прикол. Томчик, ты что делаешь? Я тебя сейчас щи разобью. Ой, вроде бы ты шёл в сторону, что ли. Мне очень жаль за своё поведение. Круто. Он просто, блин, а мы с ним подрались, да и всё. Прикольно. Просто победили пьяного Тома. Ну, в принципе, поднял немного настроение. Ну, чоперы будем ждать. Кстати, с завтрашнего дня будем ждать. Да всего будем ждать. Мы только и ждём. Привыкли уже ждать. Надеюсь, ребят, вам хоть немного поднял тоже настроение. Хоть немножечко понравилось это видео. И вы оцените его, поставив свой сочный лайкосик. Также не забывайте писать комментарии. Постараюсь каждому ответить. Ну и что? Конечно же, подписочка на канал. Ничего важнее в свете нету, чем подписаться на Михаилович Топигель. Надеюсь, что для меня точно ничего важнее нету. Ну что, ребят, всем удачи, всем пока-пока и увидимся уже в следующих видео.